МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Вести Хакасия. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И коротко о главных темах. Садовод будь бдителен. В республике в продаже появились бесплодные саженцы. Пьяная выходка на 40-метровой высоте. Двое молодых людей забрались на Абаканскую телевышку. Саяна-Шушенская ГЭС теряет голоса. В интернет-конкурсе «Россия-10» за неделю станция опустилась на две строчки. Вандализм или хулиганство. В Алтайском районе неизвестные варварски разрушают православное кладбище. Разбивают надгробия, вырывают кресты и списывают памятники. Местные власти закрывают на это глаза. Отчаявшись, люди готовы нести дежурство на могилах усопших. Рассказывает Ольга Стельмах. Кладбище в селе Очуры. Здесь хоронят уже несколько веков. Но никогда, вспоминают сельчане, к священному месту так кощунственно не относились. Сегодня оно обрастает грязью. Мусор не вывозят месяцами. К тому же полностью не загорожено. Захоронение топчет бродячий скот. В преддверии же родительского дня вид могилок родных и близких и вовсе. Для многих стал настоящим шоком. Корзина у нас вот с под цветов здесь была вот здесь валялась. Все цветы были выброшены, валялись. И у бабушки все было залито краской. Бесчинства начались еще несколько лет назад. Однако в последнее время кладбищенские налетчики стали особенно циничны. Поджигают могилы, скидывают надгробия. Оскверняют памятники бранными словами. Выдернули кресты, сбили памятники. Туда дальше немножко проходишь, у людей обгорожено такими цепями. Цепи в куче, приготовленные уже для сдачи. Кто надругался над памятью усопших и чувствами их родственников, на этот счет у сельчан есть своя версия. Вот эта надгробница, которую заливали три раза. Чьи-то детские ножки здесь были, ну видимо подростковые. Все это было обломлено вокруг. Вот, просто молодежь уже стала безбашенной. Ну у них нет ничего святого. Ёлки на Новый год спиливают, где-то у кого-то посажены. Ну как вот взять с кладбища и поставить в доме ёлку. Главы сельсовета на рабочем месте не оказалось, впрочем, как и участкового. Сами жители утверждают, много раз обращались, но власти бездействуют. Сегодня люди доведены до отчаяния и сами готовы дежурить на могилах. Между тем вандалы опять бросают вызов. Эти кадры с камеры мобильного телефона жители Ачур выслали уже после нашей съемки. Надгробие их умерших родственников вновь осквернены. Ольга Сильмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. И как нам стало известно, жители Ачур все же вышли охранять кладбище. Каждый день могилы обходят несколько человек. И так будет, заверяют люди, по крайней мере до родительского дня. Впрочем, визит нашей съемочной группы привлек внимание и правоохранительных органов. Участковый уже взял показания и у пострадавших родственников идет проверка. О ее результатах мы обязательно расскажем в следующих выпусках Вести Хакасии. Добавим, виновникам разрушений грозит реальный срок. Он зависит от того, как расценят ситуацию при возбуждении уголовного дела. Хулиганство или вандализм. Сегодня в Абакане торжественно открылась вахта памяти. До 9 мая школьники города будут стоять в почетном карауле у Вечного огня в Парке Победы. Эта традиция берет начало в 1977 году прошлого века. Свои караульные посты выставили 20 школ. В общей сложности это более 500 старшеклассников. На торжественное открытие пригласили ветеранов и тружеников тыла. В память о героизме и подвиге солдат в небо выпустили алые воздушные шары со звездами. Помимо караульных отрядов к Вечному огню пришли около 300 школьников, которые пронесли фотографии своих дедов и прадедов, уже ушедших из жизни. 9 мая они присоединятся к так называемому Бессмертному полку. В этом году у вахты памяти появилась новая традиция. В День Победы караульные отряды будут соревноваться в мастерстве, кто лучше заступит на пост. Победитель получит право хранить у себя в школе знамя Бессмертного полка. Организаторы говорят, что еще 5-7 лет назад найти желающих постоять в карауле было весьма проблематично. Сегодня другая проблема. Как тактично отказать всем желающим? Сегодня же у Вечного огня прошла первая масштабная репетиция церемонии возложения венков. Затем отрабатывались элементы военного парада на Первомайской площади. В связи с этим с самого утра были перекрыты для движения транспорта центральные улицы столицы. Советская, Карла Маркса и Рыгина, Ленина и Щетинкина. В репетиции участвовали действующие лица будущей церемонии. Представители военного комиссариата, МВД, ФСБ, наркоконтроля и других силовых ведомств. Возложение венков проходило под звуки симфонического оркестра. Также прозвучали залпы из орудий. Репетиция парада продолжилась на Первомайской площади. Там сегодня уже устанавливают трибуны для ветеранов. За всеми приготовлениями лично наблюдал временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин. Задача нашего поколения не просто достойно праздновать, а праздновать на самом высоком уровне этот праздник и передать его молодому поколению, чтобы не переписывал никто историю, ни нашей страны, ни мировую историю. И особенно заслуги наших дедов и отцов. Добавим, репетиции будут проводиться каждый день вплоть до 9 мая. Поэтому движение по центральным улицам в районе проведения праздника будет ограничено. Напомню, за торжествами в Абакане в праздничный день можно будет следить в прямом эфире. Трансляция начнется 9 мая в 9 часов утра на нашем канале. А сейчас информация для садоводов и огородников. В Хакасию завезли партию южных саженцев. Внешне это довольно презентабельные, крепкие молодые деревья. На деле бесполезный посадочный материал. Специалисты говорят, что плодоносить они точно никогда не будут. И скорее всего погибнут в первую же сибирскую зиму. Россельхознадзор регулярно проводит рейды по местам торговли. О результатах одной из проверок Олеся Калиниченко. Хворост, удочки, розги. Так сотрудники Россельхознадзора называют саженцы, завезенные к нам с южных регионов. В сибирских условиях эти прутья будут чем угодно, только не плодовыми деревьями. К холодам такие яблоки и груши не приспособлены. Определить товары Средней Азии можно по внешним признакам. Саженцы ровные и высокие, с малой корневой системой. Между узлей расстояние от почки до почки довольно широкое. Местные плодовые деревья – прямая противоположность южным. Наши саженцы более крепкие, более выносливые. Они имеют очень много плодовых леточек и более приспособлены к зимним условиям. В Сибирь больше работает черенком. Больше черенком прививает. Вот он череночек, вот место прививочки, значит его хорошо видно. И большая корневая система. Да, нормальная, хорошая корневая система. Еще один признак южного происхождения – это отсутствие сопроводительных документов. Каждый заявленный сорт продавец должен подтвердить сортовым сертификатом. Обязательно наличие документа о прохождении фитосанитарного контроля. В противном случае вместе с саженцем можно занести на участок какую-нибудь южную садовую болезнь или вредителей. Эта дама утверждает, что ее товар – с омского плодопитомника и призывает верить ей на слово. Как я вам докажу? Объясните, как должно быть доказано? На стволе должно написано омский питомник или нет? Дело в том, что вы никак не сможете доказать, что это саженцы выращенные у нас. Вы что от меня хотите? Пока не докажено, вы не имеете права рядом. Почему я должна? А вы докажите, что оно не омское. Давайте так, вы докажите. Почему я-то вам должна что-то доказывать? Вы торгуете, вы доказываете. Я никому ничего не обязана. Специалисты Россельхознадзора регулярно выявляют торговые точки с некачественным садовым товаром. Однако по-настоящему эффективных методов борьбы у них нет. Они требуют снятия саженцев с реализации, их убирают, а потом снова выносят и продают. Помогла бы конфискация, но она в законе не прописана. Таких полномочий у сотрудников, должностных лиц службы Россельхознадзора нет. Уничтожить вы не можете? Уничтожить мы не можем. В такой ситуации бдительность нужно проявить в первую очередь самим дачникам. Покупайте саженцы только у проверенных продавцов. Помните, сибирские плодовые деревья на удочки и хворост не похожи. Ночная драка, которая произошла ранним утром 30 апреля, раскрыта. Напомню, в результате поножовщины были ранены пять человек. Личности подозреваемых удалось установить уже к вечеру того же дня. Трое из них сначала скрывались от правоохранителей, но позже сами пришли в полицию и во всем признались. Они рассказали, что отдыхали в кафе «Борус». После словесной перепалки с представителем другой компании молодые люди на такси доехали до дома, взяли самодельный нож и цепь с набалдажником, вернулись в кафе и устроили драку. Нож, которым наносились ранения, закопали в одной из городских клуб неподалеку. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Орудовавший ножом мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков и кражи, задержан. Его приятели находятся под подпиской о невыезде. В общежитии по улице Советской в Абакане прогремел взрыв. Серьезно пострадал виновник ЧП – 31-летний мужчина. Он попал в больницу с ожогами лица и рук. По информации МВД, взрыв произошел со стороны улицы на уровне подоконника второго этажа. Первоначальная версия о газовом баллоне не подтвердилась. Сдетонировала шашка для имитации разрыва артиллерийского снаряда. Свидетели рассказали, потерпевший находился у окна и случайно привел шашку в боевое состояние. Мужчина успел выкинуть ее в окно, взорвалась шашка уже на улице. Именно это и спасло взрывника. За данное правонарушение ему грозит до 4 лет лишения свободы по статье «Хранение взрывчатых веществ». Два молодых человека забрались на телевышку в центре Абакана. Они поднялись на высоту около 40 метров. На охраняемый объект нарушители пробрались со стороны парка Орленок. По тревоге к телемачте были стянуты сотрудники полиции, МЧС, работники Хакасского радиотелевизионного передающего центра, которому принадлежит вышка. Нетрезвые молодые люди сначала чувствовали себя героями, но после, осознав, что за содеянное придется отвечать, вступили в переговоры с полицией, выдвинув требование предоставить возможность уйти безнаказанным. Ну отойди не подальше, а! Там нужна фора, 100%. Руки, ну что смеяться? Ну что, жизнь недорога, что ли? В итоге, после полуторачасового сидения на башне, оба нарушителя спустились на землю сами. Но от сотрудников полиции им скрыться не удалось. Сейчас оба помещены в спецприемник для административно задержанных. Девять лесных пожаров произошло в Хакасии за выходные дни. А всего с начала пожароопасного сезона лес горел 34 раза. Общая площадь, пройденная огнем, 167 гектаров. На май ежегодно приходится пик лесных пожаров. По-прежнему главным виновником остается человек. 90% возгораний происходит по вине населения, из-за сельхозпалов травы и неосторожного обращения с огнем. Напомним, сегодня категорически запрещено разводить костры на территории хвойных молодняков, под кронами деревьев и там, где много сухой травы. Нельзя оставлять костер без присмотра. Виновнику пожара в лесу грозит не только штраф до 4000 рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 4 лет. У православных начались дни Светлой Седмицы. В течение недели в крупных храмах Хакасии пройдут архиерейские богослужения. Их возглавит владыка Анафан. А в ночь с 4 на 5 мая во всех храмах Абаканской епархии встретили Светлое Христово Воскресенье. В одном из самых маленьких приходов побывала наша съемочная группа. На праздничных богослужениях в храме преподобного Серафима Саровского уже давно тесно, но эта теснота радует. С каждым годом количество прихожан неуклонно растет. За последние несколько лет приход значительно помолодел. И рядом с традиционными православными старушками на службах стоят семьи. Вот сегодня смотрю, много уже новеньких. Пожилых уже мало моего возраста. А так приходят. Ближе к полуночи под звон колоколов верующие совершили крестный ход вокруг храма. И уже у центрального входа отец Александр приветствовал собравшихся словами пасхального благовестия. Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Эти слова звучали во всех храмах республики. Их сегодня насчитывается более 40. Есть церкви, которые возводят с нуля или восстанавливают. О расширении мечтают и прихожане храма преподобного Серафима Саровского. Очень народу много тесновато, что… А в общем разницы нет. Вся служба такая же. Только что вот помещение маленькое. Я как-то привыкла к этому храму. Хоть он маленький, но он родной какой-то. В настоящий момент готовится проект о расширении площади храма. Пристройка увеличит пространство примерно на 40 квадратных метров. О сроках реконструкции пока не говорят. Строить церковь – дело небыстрое. И, как любое строительство, затратное. На Божью помощь здесь, конечно, уповают. Но и от благотворительной поддержки не отказываются. Елена Крылова, Олеся Калиниченко, Дмитрий Парахин. Вести. Хакасия. За неделю Саяна Шушенская ГЭС потеряла две строчки в рейтинге проекта «Россия ТОП-10». И опустилась с седьмого на девятое место в Сибирском федеральном округе. Напомню, во второй этап от каждого округа пройдут по 10 достопримечательностей. Платину по популярности обошли Тувинская крепость Пор-Бажин на озере Терехоль и Кемеровский музей Кузнецкая крепость. Голосование идет на специальном сайте. Акция организована Русским географическим обществом. Ее цель – рассказать об уникальных географических, архитектурных и исторических объектах страны. Голосование продлится до 29 сентября. В Сибири в тройке лидеров сейчас озеро Байкал, Новосибирский зоопарк и памятник домашним тапочкам в Томске. На этом сегодня все. Напомню, телефон редакции программы «Весть Тихокассия» 22-72-82. Мы ждем ваших новостей. До встречи завтра.